Когда в область придут новенькие пожарки, тягачи, бульдозеры, это будет историческое событие. Так говорят в Амурской авиабазе. Именно эта организация получит бюджетные рубли. Москва дает при Амуре почти 245 миллионов. На них купят больше 80 единиц спецтехники и оборудования. В том числе вездеходы, пожарные автомобили, лесопатрульные комплексы. Покупать так много техники будут впервые лет за 20. И то, что тыквы превратятся в кареты не к началу нынешнего пожароопасного сезона, а в лучшем случае к концу года, специалистов не расстраивает. Дай бог хорошо, что вообще это будет хорошо. Это все равно хорошо. Это очень хорошо. Что такой, так сказать, факт этой истории будет. Как сейчас мы тушим пожары, и как планируется, как мы будем это тушить с новой технику, это большая разница в небо и земле. Сейчас авиабаза имеет 4 вертолета, 11 самолетов и больше 60 единиц наземной техники. Именно с ней самые большие проблемы. Это такая техника, как трактора ДТ-75, 22 единицы, ТС-172 единицы, ГАЗ-66, проходимые автомобили, 8 штук пожарных автомобилей на базе ГАЗ-66, 3 единицы. Вся вот эта техника, перечисленная, она практически имеет износ 100%. Техника поступит в новые пожарно-химические станции. Это подразделение авиабазы. В Архаре, Свободном, Новокиевском УВА, Лизее, Макдагаче. Благовещенске такая образована на базе лесхоза, но еще не укомплектована. Пока в гараже, куда будут ставить новенькие машины авиабазы, стоит старая техника лесхоза. Ее тоже давно пора менять. Сами видите, в каком она состоянии. И везде такая же. Конечно, старая. Заводится, не заводится. Не заводится и вообще. Когда новый спецтранспорт придет, около 20 старых машин, скорее всего, спишут. Меньше денег будет уходить на ремонты. И еще один плюс. Новая техника позволит сократить авиационные расходы. Сейчас один час работы самолета стоит до 40 тысяч рублей. Вертолета – до 100 тысяч. Планируется, что в будущем самолеты и вертолеты будут по большей части патрулировать территорию. А тушить пожары смогут на земле. Как раз с помощью новой техники. Наталья Храмова, Василий Пронькин. Альфа-Новости.